А вот как раз открылось стихотворение, у него два названия, одно называется автостоп, одно название, а второе о прошлом и будущем. Ну я надеюсь, что будет содержание понятно, почему оно, второе название вот такое, ну а первое скорее по форме этого стихотворения, чем по содержанию. За 20 лет успел автостопом объездить полсвета, также обставил квартиру подарками, вычурней некуда. Прожил лет 10 со спутницей жизни в гастролях, вел себя, как подавает особом, не из этого мирным, наплевательски и некорректно. Взявшись за живопись, небо раскрасил зеленым. В песне своей прославлял обязательно страсть и порывы. Из всех площадок концертных предпочтений отдал переходам, а из попутчиков нравились те лишь, кто серой массой гонимы. Всем говорил, как в дороге расправились крылья, как обнаружил в себе волка с лошадью помесь. В общем, все счастье, что можно позволить, в моей жизни было. А ведь хотел я всего-то машину, квартиру и должность. Спасибо. Это была моя первая в жизни путешествие автостопом. Из Харькова я выехала вместе с первым сборником баритон. Все, что я смогла запихать в рюкзак, я отвезла в Петербург. Это была идиотская идея, потому что кто когда-то путешествовал автостопом, тот знает, что каждый дополнительный вес – это просто ад. С каждым километром рюкзак просто тяжелее, спина сгибается, сгибается, и в итоге все, собственно, что ты лишнего положил, тебе это все берет до самой конечной точки. Также мы попали в дождь, и некоторая часть книг размокла и потеряла товарный вид, что тоже было очень грустно. Например, лейтмотивы или даже темы персонажей, которые может вписать композитор музыку, они могут нам подсказывать вещи, которые на экране мы не видим. То есть, например, ну такой какой-то абстрактно возьмем фильм, несуществующий, в котором есть два персонажа, один из которых появляется в первой сцене, а другой во второй. Между ними есть сюжетная связь, и у них в обоих есть некая музыкальная тема или лейтмотив, который каждого из них появления озвучивают. И вот, например, во второй сцене, где нет первого персонажа, но и второй, второй ищет какой-нибудь предмет, не может его найти, и тут звучит лейтмотив первого персонажа, понимаешь, что тот как-то связан с этим предметом, который не может найти второй. То есть, он может таким образом подскажет, может быть, ну может быть только симфонический, может быть разумный. Нет, психологический. А, психологический, психологический. Да, да, ну вот Чхока, да, если мне Константин подскажет, тут саспенс, он нагнетал, именно используя сочетание нескольких лейтмотивов одновременно, особенно в разных тональностях. Он любил там с композиторами об этом, часто вот разговаривал, что нужно вот здесь пересечения, чтобы больше напряжения было, какие-то диссонансы используя там в страшных моментах, да, такие серьезные. Покоробило, покорежило каждого, кто решился на славу заживо. У всех до единого обласкали премиями и посыпали сверху лаврушкой. Кому-то досталось с деньгами, а кому-то надписью в нужнике. Но не воротится, ой, не оплатятся слезы бьющего палец палицей. Каждый день бумагоморанием портит он четверть куба дерева. Каждый божий день взял за правило побеждать славой царства Кащеева. Благородица алмаз гранями, а река водометаллами. Так и мученик самонасилием производит на свет творение. И потом уж скажут ценители, а вот это легко написано, как по маслу писалось, видимо. А поэтому и нетленное. Спасибо. Докатились, ребята! На водонапорной башне стоит писающий во все стороны мальчик. И он не какой-нибудь там фонтан. Он самый, что ли на есть настоящий, живой, только крученный, как ядаган. Мальчик, не стесняясь, поливает жидкими экскрементами всех, кто проносится мимо него. Тех, кто ходит по улице полуодетыми, кто садится в хэтчбэк, кто спешит в метро. А также он не упускает возможности помочиться и в свой пьедестал. Хотя из него черпают влагу и праведник, и грехотворный кагал. Мальчик ухмыляется так, словно от его действий по всей округе. Ну просто рощами расцветают акации. И веселье поет. Соединяет процесс писания с танцами. Да, на творчество он богат. Уже и не просто «сс», а выписывает эссе абзац за абзацем. Вот такой производственный старт у средств массовой дезинформации. А прохожие жадно пьют, даже домой уносить воду в бидонах стали. И мальчик испускает новый салют и рисует нули крестами. АПЛОДИСМЕНТЫ Время наглухо запертых ставен, монолитно заваренной двери. Ни один поговорец не вынесет, не поранит и не отравит. Мститель сокол погибельно яркий. Так защищен женой возлюбленный сет. На заре терракотовой тряпкой распластался по своду день новый. Когда птицеголовый нахально нарушит покой. Ветхая мумия выстрелит из-под покрова. Тысячи лет нефтида стоит на готове. Гробовую плиту, мурованная, живой. Гробовую плиту, муровую плиту, муровую плиту, муровую плиту. Гробовую 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 плиту, муровую плиту. Каждое движение персонажа, оно полностью отыгрывается музыкой. Даже в музыке есть, скажем так, саунд-дизайн. Шумы, они все исполняются музыкальными инструментами. Движения, прыжки, падения, взрывы. И в хорошей музыке в кино это также присутствует не так мультипликационно, но есть. Если мы говорим особенно о каких-то фрагментах, где есть некий экшен, некое действие, или некое очень серьезное переживание у персонажа происходит, и он каким-то действием это переживание передает, то в музыке это также отражается. И образность, она обладает, наверное, самой большой семантической силой, семантическим значением в музыке, в наличии этих образов. Образы композиторы не только придумывают, отталкиваясь от картинки, часто они используют такой способ, мы говорили о темах и ритмотивах, когда берут какую-то известную музыку, как-то ее обрабатывают, может быть, несколько фрагментов, и, значит, сочетая их в своих сочинениях, что-то хотят сказать зрителю вот этой компиляции. То есть они создают некие реминисценции в музыке, чтобы у нас образовались вот аллюзии к чему-то. То есть напоминалочка стоит, оп, так, раз, два, и получается вместе какой-то некий, может быть, ребус из таких вот цитат или реминисценций, который должен нам искать некую мысль, которую заложил композитор. Композиция, которая также еще и несколько раз есть в фильме, вот, фрагментарная или полностью. Но почему я сейчас выбрал ее, и почему я рассказывал небольшую вот эту вот преамбулу про там реминисценции до этого, и мне было очень интересно, какие ассоциации уходят. Тут какая история по сюжету, вот, в начале, да? Можем немножко раскрыть, что там в начале происходит, да, Константин? Да, Кавка уже раскрыл сто лет назад. А, ну, нет, но он не раскрыл подробности именно вот начала вашего фильма. Ну, он не... Там у него, у Кавки, этого нет. Он был не в курсе. Особенно там нет поведания заживого публика, вот, и, вот... Да, нет. В общем, какая история, значит, в начале фильма... А, Жень! Кавка, который землемером себя представляет впоследствии, он идет в некую деревню. Идет он по заснеженной такой вот, как бы, пустыне, какой-то вот... Льдом затянута, облака со снегом сливаются. В общем, можно сказать, что это космический, инопланетный такой пейзаж. Идет такой, весь в черном, правда. Но в конце приходит в черный домик, да, там очень черно внутри все. Но что хотелось бы сказать про ассоциации, про, значит, реминесценции. Здесь есть... Ну, там музыки в целом больше, но конкретно в этой композиции есть конкретные две реминесценции, которые использовал, они даже накладываются друг на друга в один момент. Первая из них, вот, может быть, у вас отложилась, там начинает фортепианка, лить мотивом наигрывать. И дальше скрипки подтягиваются вторые. Играют ту же мелодию, потом они первые, вторые скрипки разбраиваются, играют ее, и потом, последствия, накладываются на следующую реминесценцию. На следующую реминесценцию там два габоя, они играют вот, как бы так, как бы секвенции, вот, немного для диссонанса, такую небольшую мелодию Тунг назвать, ну, скажем, некая развернутая над capability и держат оба нота. Оба держат ноту. Первая реминесценция, которую я говорил, и вот эта вот тарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарара, она как бы должна... Она зашифрована, понятное дело, в композитор, а нельзя слишком явно всё давать, но зашифрована здесь, и, как мне кажется, очень явно, упомянута сегодня была игра «Супер Марио». И там, если кто в неё играл, были тоже такие замки, в которые ты в замок заходишь, там надо дракона убивать. И вот в этом замке там были лабиринты иногда, И вот там звучала музыка с похожей структурой и лейтмотив, который я использовал, на мой взгляд, очень похож на то, что было в этом замке в Супер Марио. В Москве, кстати, кто-то узнал, даже узнали я из другого фильма музыку с Костей включал, там даже узнали момент из другой игры, которую я тоже использовал. А вторую реминисценцию, там где вот про Гобоя я говорил, это такая вот реминисценция тоже, ну не скажем, неявная, невзрачная, прям так, на музыку Альфреда Шнитке из Концерта Гросса, именно на часть, которая широко известна в мире как «Безумие», она начинается, когда две скрипки там играют похожие вот по структуре вот эти вот секвенциями, трезвучие резервы, там, тра-дам, 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 в общем, здесь получается, что у нас по музыке, и я как композитор хотел сказать, но мало кто это, наверное, понимает, что некий путь по некоему лабиринту, который идет в замок, ведет к безумию, ну или, скажем так, к печальному концу. Слабый оберег, и в этой немощи он невредим, как многолетний старец, ничто не помешает заключенной в вечность паре, чьи обороны несмываемый и клятвенный обет, ведь я давно уже не человек, я победившему смерти. Это было около тысячи или миллиарда лет назад. В промежутке между большим взрывом и роковым решением малого Синедриона родилась под звериный шепот и торжественный залп канонад, та, которая пустилась в путь из своего Орлеана в мегаполисах на гнедом проезжать голой. Она носила на груди ядовитых змей и холодных жаб, превращавшихся в принцев и бутоны лотоса, уходящих в свободное плавание. На плевки и крамольные направления отвечала так, как гласит устав. «Пусть в вашей жизни мое появление будет самым горестным из неладного», смело шагала по неизученным городам, не боясь потеряться, обошла все лабиринты мира и смотала клубок Ариадны. Ей каждый встречный джедай признавался, что он подаван. Под букет обстрелом поклонников отбивала взглядом осады. Ее волосы кровавым капюшотом кольчуги прикрывают белоснежную шею и овал ослепительного лица. Она завоевывает королевство и завещает лучшие кости обездоленным, бесприютным псам. Каждый год, в день своего рождения, она выходит в лес, чтобы напуковать вселенной еще пару лет. Она устанавливает мир во всем мире, без поражений, уступок, схваток, ненужных побед. Спасибо.